Как становится понятно из комментариев очевидцев, они танцевали на улице Лизгинку. На громкую музыку и вызывающее поведение молодых людей пожаловалась местная жительница. Стражи порядка прибыли быстро. По данным краевого МВД, патрульные попросили танцоров предъявить документы, но те отказались. Проследовать в отдел для выяснения личности тоже. Тогда полисмены решили проводить мужчин в служебную машину, но те оказали сопротивление. Ситуацию на своей странице в Фейсбуке прокомментировал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. По его мнению, делать однозначные выводы рано. На данный момент ни одна из сторон ко мне не обращалась. Однако я направил запросы в правоохранительные органы. Держу этот вопрос на контроле. К сожалению, как всегда бывает, в таких острых ситуациях возникает много желающих заработать себе очки, используя межнациональные и межрелигиозные поводы. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Чтобы не случилось, все нужно оценивать с точки зрения права, а не эмоций. Думаю, что в ситуации нужно разобраться спокойно и исключительно в правовой плоскости. Как уже известно, в момент задержания пострадал один из патрульных. Один из танцоров ударил его по голове. У парня сотрясение мозга. Это подтвердили в Следственном комитете края. Ведомство ведет свою проверку. По ее итогам оценка будет дана и действиям обеих сторон конфликта. Инцидент не оставили без внимания и в общественной палате края. На мой взгляд, самое главное, не следует административно-правовое, я бы даже сказал, бытовое происшествие переводить в плоскость межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы держим ситуацию на контроле и готовы принять самое активное участие в защите прав сторон. Потому что сторон было две – сотрудники правоохранительных органов и представители молодежи. По итогам на задержанных составили протокол за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям сотрудников полиции. По решению суда молодые люди проведут под арестом пять суток.